Добрый день! Сегодня мы хотим вас познакомить с рецептом приготовления котлет из рыбы. Рыба берется речная, как можно мельче. Тут подойдет всякое. И мелкий подлещик, мелкая платва, уклея. Пропускать будем вместе с костями, чтобы не отделять филе от мелкой рыбы. Пропускается с костями. Почему? Во-первых, и полезнее. Там кальция много. И нет такой хлопоты. Еще нам понадобится большая луковица, 1 зубчик чеснока. И еще мы берем хлеб, можно не свежий, трехдневный батон. В данный момент у меня находятся сухари, но уже замочены в молоке. Вот они мягкие, я вам покажу. Они в молоке. Пропускаем два раза, чтобы кости помельче перемололись. И чтобы они не чувствовались потом уже в жареных котлетах. Значит пропускаем мы через мясорубку. И фарш в принципе будет готов. Посолим, поперчим. И все это будет очень вкусно. Фарш пропустили два раза через мясорубку. Теперь добавили соль, перец. И теперь хорошенечко надо его вымесить. Фарш хорошенько вымесим. И даже можно вот таким способом его подбить. Тут смешиваются очень хорошо ингредиенты. И пышными получаются от этого котлеты. Из готового фарша затем мы формируем котлеты. Могут размером они быть разные. Кто побольше, кто поменьше. Кто продолговать и кто круглые. Значит после этого обваливаем в муке. И будем обжаривать с двух сторон. Затем приступаем к жарке. На раскаленной сковороде налито масло. И укладываем котлеты. Котлеты будем обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Вот таким образом мы укладываем наши котлеты. Класть надо от себя, чтобы не обрызгаться маслом. Котлеты должны быть хорошо прожарены. Так как это из речной рыбы, морская рыба допускает немножко там, если то, то это обязательно должно быть все прожарено хорошо. Поэтому будем добиваться хорошей прожарки. Когда будем переворачивать на вторую сторону, для того чтобы, для точности, можно даже закрыть крышечкой немножко, чтобы уже наверняка. Но это уже во вторую сторону, когда будем переворачивать. Сейчас я еще одну положу. У нас будет целая сковородка. Переворачиваем котлеты на другую сторону. Аккуратно. Вот они такие зажарики, румяные получаются. В этот момент можно, конечно, прикрыть крышечкой. Котлеты наверняка уже прожариваются. Вот котлеты пожарились со второй стороны. В общей сложности 5 минут одну сторону прожарили, 5 минут вторую под крышечкой. И котлеты готовы. Вот мы выкладываем уже их со сковородочки. Пышные, экологически чистые, вкусные, румяные котлетки готовы. Приятного аппетита! И вот мы мы берем... ... Продолжение следует...